Добрый день, друзья! Добрый день из Литнего Петербурга! У нас небо с облаками и свежо! Это плюс 18! Доброе утро, друзья! Итак, друзья, смотрим погода у нас плюс 18 сегодня, 2 июля. Поздравляю вас! Второй день, второго месяца лета! У нас солнышко облачно, обещают днем грозу опять плюс 24, вечером плюс 20 без осадков и на завтра нам без осадков. Дальше даже нет смысла смотреть, потому что прогноз очень изменчив. 100% завтра утром уже на следующие дни будет другой прогноз. Как у вас дела? Как у вас погодка? У нас новость 19 минут назад. Вот видите, 19 минут назад. Власти Петербурга планируют открыть заведение общепита 12 июля. То есть мы посмотрели, что с 6 числа открывается, а теперь с 12. На сегодняшний день цифра 258. Чуть меньше, чем вчера было. Но у нас было уже и 219. Это мы опять поднялись, к сожалению. Так, правительство Петербурга рассматривает возможность открыть заведение общественного питания 12 июля. Но при условии, если действующие меры по этапному снятию ограничений приведут к ожидаемому эффекту. Напомним, что ранее губернатор Петербурга Александр Беглов разрешил открыть для посещения музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. Они станут доступны уже со следующей недели. А с 29 июня в городе возобновили работу летние кафе, веранды и маникюрные салоны. За минувшие три месяца, проведенных в ограничениях, 120 магазинов и кафе покинули арендуемые площади на 10 главных торговых улицах Петербурга. Ничего себе 120! Доля свободных мест по городу достигла 11%. Это максимальное значение за последние пять лет. Дальнейшая ситуация будет зависеть, в частности, от готовности арендодателей перейти на расчет ставок как процента с товарооборота, как минимум, на ближайшие полгода-год. Видите, в центре дорогая очень аренда для магазинов, кафе. И вот они съезжают, потому что центр за счет туристов в основном покрывал все свои расходы, аренду и так далее. А в этом году, в этом году все закрыто, да еще и аренду. Кто-то снизил, кто-то минимум снизил. Понимаете, обещали, что налоги убрали у них, да, но аренда-то высокая. Я знаю, что в некоторых торговых центрах не полностью убрали аренду. Где-то 50%, где-то 30% они выплатили, все-таки выплачивают аренда-съемщики. И вот у кого запасы есть, те выплачивают. А у кого, наверное, нет, те ушли. Плюс центр, в центре вообще дорога аренда. Так что, друзья мои, вот такие у нас новости. Ну, если говорить по аренде еще, то постоянно меняются, я вам скажу так. Постоянно меняются даже в обычные времена. Вот в больших торговых центрах придешь, один магазин. Через 2-3 месяца, 4, придешь, другой магазин на этом месте. Это даже было в Петербурге и во времена, когда не было вот этих ограничений, не было самоизоляции. А сейчас, естественно, тем более. Тем более, особенно в центре. Понятно. Вот так, друзья мои, ждем. Значит, с 6 июля открывается у нас много чего. Дальше с 12 июля. Но опять торговых центров больших не вижу. Что открывается с 6 июля, смотрите в прошлом моем видео. Спасибо, дорогончики, за комментарии. Спасибо, что вместе интересуетесь жизнью Петербурга вместе со мной. Остаемся на связи. Хорошего денечка вам. Каждому по приветику. Все, мои дорогончики. Пока-пока. Пока-пока.